Доброе утро, дорогие друзья! Друзья, вы смотрите кулинарную передачу «Наша кухня» на телеканале «Архейс-24» и с вами я, ведущая, Олеся Стародуб. Сегодня у меня в гостях представители отделения Национального центра помощи детям по КЧР. Оза вам, Адина, доброе утро! Доброе утро! Добро пожаловать к нам в студию! Сегодня будем готовить, говорить. Что будем готовить? Расскажим, Адин, что потребуется? Да, будем готовить кабачковый тортик. Это будет интересное ТПП. И куриная грудка под шубой. Супер! Сегодня у нас будет полезная пища, вкусная. Я, кстати, очень люблю торт из кабачков, но никогда не готовила. Вот как раз сегодня... Ну, я тоже никогда не готовила. Ага, сегодня у нас эксперимент в кухне. Мы будем, да, импровизировать больше. Отлично! Я обожаю импровизацию, но предлагаю все-таки начать с списка ингредиентов, которые будем использовать, да, конкретно вот для торта. Для торта это у нас кабачки, помидоры, зелень, сметана, яйца и мука. Далее горячее блюдо... Горячее это будет именно блюдо. Да, это горячее блюдо, это будет просто куриная грудка и сыр. Помидоры и суп. Да, да, достаточно питательно, сытно получится, но при этом без лишних каких-то калорий, да, которые нам, в общем-то, не нужны нам, девочкам, сейчас перед пляжным сезоном. Да, кстати, собираешься уже отдыхать? Нет, у меня двухмесячный ребенок. Значит, нужно вместе ехать. Да, да. Ну что, давай, я думаю, что уже можно приступать, да? Давай, начнем с торта, да? Да, мы начнем с торта, потому что там надо будет натирать много. Вот сейчас, наверное, самая такая монотонная, скучная работа. Хотя, насколько я знаю, вообще, когда готовится что-то из кабачков, да, вот такого плана, то есть, я так понимаю, мы будем обжаривать на сковородочке, это будут такие тоненькие лепешечки. Да, это будут лепешечки, да, и между... Необходимо будет убрать влагу. Да, мы будем сейчас выжимать. Поэтому наша задача сначала измельчить кабачки, потом убрать лишнюю жидкость и затем уже приступать к приготовлению такого, скажем, ну, теста, да? Да. Ну, давай поговорим немножко о твоей деятельности. Как давно являешься членом организации? С ноября 22-го года. Как попало? Что привело тебя? Ну, привело меня, наверное, возможность помогать именно по СВО, когда мобилизация пошла, с лекарствами туговато стало и начала помогать так. Так потихонечку вышло на... точнее, может, наоборот, вышли на меня. Ну, а потом, когда я решила уже в поисково-спасательный отряд выходить, работать, оказалось, что у нас номера друг друга уже есть. Как бы, оказывается, вот у меня лекарства забирали пару раз. Вот. И уже как-то повеселее было так сотрудничать, начинать. Ну, было классно, прикольно. Ну, потом я уже на национальный центр перешла, начала представительство, именно видеоблоги записывать, ну, потому что заинтересовал тот момент, что у нас дети до сих пор были незащищенные настолько. Ну, как бы, республика маленькая, понятное дело, что все друг другу доверяют, но проблема, как бы, увеличивается, да, с детьми. Потому что с детьми работать намного тяжелее, потому что там отдельная структура работает с ними, да, вот, ну... И хотелось, конечно же, углубиться, развивать, и... ну, то есть все так. То есть изначально ты занималась поисковыми работами, да, в составе поисково-спасательного отряда? Поисково-спасательный отряд занимается как детьми, так и взрослыми, ну, даже мимо собаки, наверное, не пройдут. Ну, отделение имена по детям, национальный центр, занимается только детьми. Ну, то есть это уже более специализированная такая работа. Насколько я знаю, вы работаете в нескольких направлениях. Да, у нас направление, это, в первую очередь, профилактическая работа, большая работа ведется по профилактике. То есть это школьные, вообще образовательные учреждения, где обучаются несовершеннолетние. Учреждения, где содержатся детки, оставшиеся без попечения родителей. Это пришкольные лагеря, и в целом проводится профилактическая работа, несет информацию о безопасности, безопасный интернет. То есть как себя нужно вести, да, в различных ситуациях. Да, ну, то есть, чтобы никто не увел, ни за кем не идти. Такие важные моменты, то есть мы беседуем не только с самими детьми, естественно, и работа ведется и с родителями. Ну, я думаю, что родители, в первую очередь, должны объяснять такие правила безопасности. Не то, чтобы объяснять бдительность, да, родители и самих очень важная вещь, потому что чаще всего мы же, как мы в одном селе живем, грубо говоря, и мы доверяем всем соседям. Ну, чаще всего это не очень правильные движения получаются со стороны родителей. Мы никого не осуждаем, мы никого не ругаем, мы просто рассказываем, что надо быть бдительнее к своим детям. Это все. Так, первое, значит, направление – это профилактические работы. Да. В общеобразовательных школах, дошкольных образований, да, наверное, тоже. Да. Так, следующее направление – это поиски, да, поисково-спасательные отряды. Да, это поиски. Как часто дети пропадают в настоящий момент? Ну, в настоящий момент они пропадают нечасто, поскольку работа ведется очень активно, опять же, профилактика хорошо работает. Но с момента, как действует наш национальный центр, отделение, по статистике у нас, получается, было всего 108 заявок принято, отработано из них, если в процентном соотношении 98% были успешно проведены поиски. То есть очень хорошо проводится, но, опять же, профилактика – очень важная часть, потому что… Вы ведете собственную статистику, да? Конечно, да. Конечно. Она является общей и с поисково-спасательной группой, и у нас просто дети отделяются. Ну, а что касается первого пункта, тут, наверное, более-менее все понятно, что нужно объяснять детям, что нельзя, допустим, подходить к чужим людям, да, нельзя садиться в машины, нельзя заходить с посторонними людьми в лифт, в подъезд, да, и так далее. Да. А второй момент. Вот если все-таки уже что-то произошло, да, нехорошее, ребенок не вернулся, может быть, со школы, может быть, пошел гулять с друзьями и не вернулся домой, как действовать родителям, да? Очень часто люди говорят про трое суток, ну, это, конечно, вообще очень странно и дико звучит вообще, в принципе, касаемо детей. Да, и не только детей, это абсолютно неверная такая история, потому что заявления принимаются как устно, можно позвонить по номеру 112, будет принято заявление. Дело в том, что перед тем, как составить заявление, опрос, во время этого опроса выявляется, ну, то есть это проверка информации, называется в целом. Пока проверяют информацию, чаще всего и находятся и люди, и взрослые, и дети. Дело в том, что незамедлительно надо обращаться к полицейским или к нам. Дело в том, что, ну, когда начинают самостоятельно пытаться искать, выбегают на улицу, ищут ребенка, спрашивают у прохожих. Теряют время. Да, сами распространяют фотографии ребенка. Это очень неправильные движения. Почему? Я, наверное, грубо выражаюсь насчет очень неправильных движений, но на самом деле можно просто представить очень маленького ребенка, каким бы он ни был в размерах, это ребенок с большими глазками в огромном мире, который потерялся по той или иной причине. На каждом шагу предостерегает опасность разного рода, и терять время, даже если он на самом деле действительно просто с друзьями где-то сидит, отдыхает, терять время ни в коем случае нельзя, потому что это время, и за это время мы можем уже найти, вы можете со своим ребенком дома проводить время дальше, как будто ничего и не было. Ну, вот лучше всего сразу обращаться. То есть счет идет на минуту. Конечно. Если вдруг ребенок не вернулся вовремя, то родители незамедлительно должны обратиться или в полицию, или в полицию. Номер национального центра можно найти на любой страничке в социальных сетях, это есть и в ВКонтакте, и в любых других тоже социальных сетях, да, можно найти в ВКонтакте. Так, далее, третий пункт, это благотворительность. Вы занимаетесь благотворительностью, помогаете нуждающимся людям, детям из малоимущих семей. Как это происходит? Какие акции проводятся? Какие акции недавно проведут? Ну, дело в том, что мы, опять же, очень тесно сотрудничаем с благотворительными фондами местными, и там, где нужна помощь любому ребенку, мы также можем разместить и у себя, и наши добровольцы тоже помогают. То есть, если у кого-то есть нужные вещи для той или иной семьи или для той или иной ситуации, ну, то есть, абсолютно без проблем делятся. Если это речь идет о лечении и больших суммах, естественно, мы тоже распространяем и тоже пытаемся принимать участие, помогать. Ну, то есть, здесь и информационная поддержка, и, в общем-то, все, кто нас сейчас видят, все, кто посмотрит наш эфир, могут также обратиться к вам и передать какие-то вещи, может быть, или поучаствовать в каком-то денежном сборе, да? Ну, у нас все на наших социальных сетях, это все видно абсолютно, и мы сами рассылаем, у нас есть и девочки, которые работают, девочки, мальчики, которые работают, занимаются конкретно рассылками по всем группам, то есть, все желающие могут принимать участие. Все, кому чего-то не хватает или нужна какая-то определенная помощь, тоже могут обращаться, не стесняясь, потому что у нас никто не узнает, как вас зовут, если вы стесняетесь, у нас помогут, ну, как бы, практически не спрашивая, особенно, если это касается детей. То есть, если вдруг действительно необходима помощь, можно просто вам позвонить, встретиться, да, и уже дальше обговорить? Да, конечно, у нас руководитель очень лояльный насчет вообще таких вопросов, никогда никому не отказывает, всегда готов на помощь. Бывает такое, что мы и в 6 утра созваниваемся, и в 2 часа ночи можем созвониться, потому что кому-то нужна помощь, но тут без отлагательств, как говорится. Руководитель Байрамкулов Али Магометович? Али Магометович у нас является руководителем не только отделения Национального центра помощи детям, он у нас еще и основатель поисково-спасательного отряда по Карачаево-Черкесской республике под названием «Кавказ». Он еще у нас председатель совета отцов по КЧР и заместитель председателя общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской республике. Да, очень много регалий. Да. Человек очень много сделал. Жаль, что не накормим тортом. Или все-таки возьмешь кусочек шефа? Нет. Задобришь, нет? Нет, я оставлю вам, потому что шефу ППП не подойдет, ему надо мясом кормить. Ясно. Ну ладно. Хорошо. Что мы делаем с кабачком? Сейчас мы будем выжимать всю жидкость отсюда, лишнюю, и дальше уже будем готовить наши коржи. Убрали лишнюю влагу. Да. Добавляем яйца. Добавляем яйца. Вот три кабачка ты натерла, да? Да, ну там на глаз получается, да, всегда. Чем больше, тем лучше. А вообще, конечно, это тот самый торт, которого можно съесть много и не бояться за собственную фигуру. Вообще, как пришла тебе идея приготовить именно блюдо правильного питания? Ну, потому что я молодая мама, и меня это жуть как беспокоит. Потому что, ну, хочется, чтобы привести себя в форму. Как и все девушки, наверное, да, после родов хотят уже выглядеть поскорее, хорошо, и как можно лучше, и даже лучше, чем когда-либо. Вот. Поэтому стараемся, конечно, питаться. Но, опять же, и для здоровья тоже не только фигурам, потому что ребенка кормить. Ну, для каждой мамы тут, в принципе, кроме помидоров, все можно. Помидоры некоторые, ну, не любят, не хотят, и некоторым детям не подходят. Ну, ты себе можешь позволить. Ну, да. Сегодня у нас на столе помидоры. Да. Да. А вообще, часто готовишь блюда из серии правильного питания? Или ты пока только осваиваешь это направление? Нет, я-то сама питаюсь. У меня супруг должен нормально питаться, поэтому я его не мучаю. То есть, там полноценное питание тоже, но сама питаюсь так, как я считаю для себя нужным. Тебе приходится готовить отдельно для супруга, отдельно для себя? Ну, там как-то все параллельно получается в основном, да. Ну, хочется иногда тоже кусочек жареного мяса, котлетка. Ну, конечно, бургера хочется иногда. Даже больше скажу, конечно. Но самое важное себе не отказывать. Я вообще за интуитивное питание. Это когда какой-то определенный промежуток времени мы голодаем, какой-то определенный промежуток времени мы кушаем. И тогда можно себе позволить даже бургер-торт. Не кабачковый. Не кабачковый торт. Да. Поэтому, но когда все равно каждый раз же, каждый день никто бургерами не питается, я надеюсь. Да, безусловно. Хотя. И тортиками, да. Ну, основное питание все-таки лучше, если будет вот таким. Что еще из серии правильного питания готовишь дома для себя? Может быть, кто-то бы сделал себе пометочку в кулинарной книге? Ну, может, это рагу тот же овощной. Ну, главное, чтобы это все было на пару или отварной. Ну, опять же, картошку нельзя. Там это вообще очень такая тема обширная. Там целая наука. У меня есть и подруга, которая занимается вот прям профессионально. У нее люди худеют. У меня есть еще одна подруга, которая прям голодание практикует. То есть вместе с ней голодают люди по 3-7 дней и достигают результатов там не только похудеть, ну и очистить организм, то есть это вот в плане здоровья уже. А ты уже практиковала такие голодания и голодания? Конечно, да. Конечно. Как самочувствие. Ну, вообще, это очень тяжело, конечно, потому что, особенно, когда ребенок еще маленький, а там, ну, как бы, сил нету, одну водичку пить третий день подряд. Ну, все равно это можно, потому что это даже нужно, потому что потом прилив сил. Ну, вообще все радует потом. И фигура, и настроение, и все прям замечательно. Главное пережить дни голодуха. Да, да, ну, там нужно просто привыкнуть. Первые 3 дня самые тяжелые, а потом уже легко. 3 дня ты злая, а потом выступает доброта. Да. Кабачковый торт. Да. Ну, в общем-то, здесь у нас практически все готово. Я думаю, можно разогревать сковородочку. Ты добавила муку, муку мы тоже добавляем на глаз на свой, как я понимаю. Да, мне надо сейчас еще добавить соль чуть-чуть. Так, смотри, вот здесь соль есть. Вообще, если тебе нужно что-то по приправам, здесь тоже есть. Есть. Карий, есть. Да, я смотрю, чтобы комочков не было. Ну, и хочется вернуться к теме благотворительности. Ты сказала, что вы занимаетесь благотворительностью и проводите сборы, да, денежные сборы. В настоящий момент есть ли какой-то действующий сбор, куда можно было бы отправить денежки, поучаствовать, помочь? Да, у нас есть сейчас действующий сбор по Максиму. Максиму он 29 лет, правда, он не ребенок, но мы не пройдем мимо и такого сбора. Максима сбила машина при переходе, на пешеходном переходе. В таком молодом возрасте парню столкнулся с такой бедой, что он не ходить не может, не глотать не мог, у него было очень плохое состояние. Мы его уже отправили в Москву, то есть сбор прошел очень хорошо в первый раз, очень быстро, и люди... На реабилитацию, да? Да, на реабилитацию, то есть его реабилитировали. Сейчас Максиму намного лучше, гораздо лучше. У него вплоть до того, что и рефлексы начали срабатывать, и самостоятельно глотает пищу. Я считаю, что это огромный прорыв в его истории, в его ситуации. Сейчас ему просто нужно закрепить этот успех, то есть остаться еще на какое-то время, закрепить успех, потом уже приехать домой. Для этого, опять-таки, нужно денежные средства, которые вы сейчас собираете. Да, для этого нужно еще немножко собрать, и можно будет обратиться по нашим номерам, также уточнить всю информацию. Мы все предоставим вместе с документацией, если требуется. И будем уже помогать ему возвращаться домой. Да, но опять-таки хочется немножечко пояснить, что все денежные сборы, которые вы проводите, это только стопроцентная проверенная информация, это ни в коем случае никакое ни жульничество, ни мошенничество, потому что сейчас в социальных сетях огромное количество на самом деле жульнических постов, да, где рассказывают, что там у кого-то там рак или еще что-то, и просто люди зарабатывают таким образом деньги. Вот в данном случае, дорогие зрители, вы можете не переживать. В данном случае, вплоть до того, что у нас руководитель настолько неравнодушный человек, что может выехать на место, ну, то есть, когда его забирали в Москву, он может выехать, сопровождать, чем помочь, может что-то поднять надо, может что-то перенести надо, то есть, он абсолютно вникает во все истории, до такой степени, что он знает их лично даже, вот, с ними, поэтому у нас жульничество не прокатит, так скажем, да. Добавляем подсолнечное масло в сковородку, тесто у нас готово, вот, кстати, довольно жиденькое у нас получается, такое должно быть, да? Это как вот на оладушке, как на блинчике, может быть. Так, чуть-чуть переборщила. Ничего? Ничего. Ну, ничего страшного. Первый блин. Да. Я надеюсь, у нас будет не комом, ну, и возвращаясь к нашей теме, хочется также задать вопрос, да, в вашем отряде как женщины, так и мужчины выполняют определенные функции, да, и вот тут, кстати, возникает вопрос, мужской силы-то хватает, или, может быть, женской недостаточно, кого хочется сегодня пригласить, может быть, кто-то из телезрителей хотел бы сделать доброе дело, да не знал, как это сделать, а вот сейчас такая возможность появилась. Ну, хотелось бы видеть вообще всех, кто хочет нам, на самом деле, самое важное, это желание. Это желание человека помогать людям, которые нуждаются в этом, это желание человека сделать этот мир немножко лучше, ну, хотя бы немножко, а там уже по максимуму мы будем, да. Какие функции обычно выполняют женщины? Да, разные у нас и поисковики есть, и у нас вообще-то хрупкие девушки еще, еще те амазонки. Выходят на поиски в лес? Конечно, да, в экипировках, да, у нас есть и информационные координаторы, и картографы, ну, то есть, это немножко... Держи, мне кажется, удобнее будет, да? Так, это у нас девушки в основном, у нас, конечно, девушки приходят такие... Да, чуть-чуть еще подождем, можно снизить? Да. Поможешь, а то у меня другая плита. Так. Спасибо. Девчонки у нас, конечно... Ой! Оп, красота! Угу. Как хорошо у нас с ними получилось. Чуть-чуть комом. Ну, чуть-чуть не считается. Да, мы сейчас свой примем, да. Девчонки у нас разносторонние, не боятся, ну, то есть, каждая у нас настолько... Они все разные, у нас и педагоги, у нас и обычные доктора, медсестры, ну, то есть, это мамы в декрете, ну, я в их числе тоже двухмесячный ребенок, ну, я на поиски, конечно, не выхожу, но, то есть, информационную часть, свою какую-то помощь я вношу, потому что это очень важно, когда, допустим, пропадает человек, ребенок, в особенности, по моей части, да, я буду сидеть, мониторить, то есть, мониторинг социальных сетей, может быть, кто-то, свидетель случайно мог увидеть этого ребенка. Написать. Напишет комментарий, да, если, ну, как бы, не додумается позвонить по указанным номерам или постесняться, побоится, может оставить комментарий, я это буду, ну, то есть, я это вовремя увижу, вовремя передам, то есть, это у нас все настолько сплоченно работает, вот все на подхвате. Такой общий механизм. Да. Опять-таки, информационная рассылка, тоже работа женская, можно выполнять. Да, ну, безусловно, я имею в виду, что любая девушка, которая находится дома в декретном отпуске или домохозяйка, например, Да, даже на работе можно спокойно сидеть, да. Да, если позволяет. Давай. Перекладываем. Хорошенький получился, симпатичный, очень аппетитно пахнет. Да. Очень. Я люблю кабачки, вообще в любом проявлении, я всегда их покупаю, готовлю, и сегодня вот, наконец-то, я научилась готовить. Ну, я, конечно, сегодня больше наблюдатель, чем исполнитель, но я записываю этот рецепт и однозначно дома буду повторять. Впереди еще дегустация, у нас еще несколько блинчиков и курочка. Кстати, что мы будем делать с курицей? Курочку мы просто сейчас порежем. Давай я ее пока порежу? Давай. Как режем курицу? Ну, вот тоненькими пластами, можно вот четыре штучки, да, вот разделить пополам, а потом вот плоскими, да. Отбивать нам, наверное, нету сейчас отбивать. Не будем усложнять себе, да? Усложнять, да, себе жизнь, можно просто порезать пополам. Смотри, я нарезаю вот так поперек, да, пластинками, вот так? Нет. Вот так или вот так? Вот так. Вот так на сколько частей? Да, можно на две. На две? Давай на три. Давай на три. На три. Чтобы полностью не приготовилось, да? Все студию накормим. Да. Есть еще соседние. Вот. Раз и два. Как-нибудь маринуешь ты или просто отправляешь на сковородочку? Нет, мы, конечно же, будем немножко смазывать этим сметаной. Угу. Вот. И потихонечку на оливковом масле поджаривать. Потом накроем крышкой. Чуть-чуть подержим под крышкой. Я думаю, что да. Потом выложим уже помидоры, сверху сыр и уже, ну, как бы, дотомили. И все. Переворачиваем. Вот. Ну, второй еще красивее получился, согласись. А, кстати, масла мы больше не добавляли, да? Да, мы не добавляли, потому что смазалось сколько нужно. Да, да. Курочку я прям могу на доске смазать сметанкой или на тарелочку. Выложу. Ты с двух сторон смазываешь, соль, перец добавляешь. Да. Давай я сделаю тогда вот так. Я положу сейчас на тарелку. Здесь замариную. И далее мы уже будем отправлять в сковороду. Специи выбираем те, которые любим. Да. Вообще можно любые, да, кому-то. У нас сегодня приправа для курицы. Это может быть карри, это может быть какая-нибудь трава прованская. Да. Так. Может подать прованскую? Можно. Давай, можно, кстати, да. Будет еще ароматнее. Но наверняка приходится вам периодически обращаться к сторонним организациям. Может быть это в связи с поисками, да. Может быть, опять-таки, я сказала, что вы сотрудничаете и с благотворительными фондами. Да. Ну, мы в обязательном порядке сотрудничаем, конечно, не иногда и не спонтанно это происходит. Это в обязательном порядке мы сотрудничаем и с органами МВД по КЧР. Это и следственное управление Следственного комитета по КЧР. Это у нас полномочено по правам ребенка по КЧР. То есть это тесное сотрудничество позволяет нам не нарушать законы, не приступать их, опять же, как бы с целью помочь. Но вроде бы и навредили, чтобы таких исходов не было у нас, чтобы мы были под защитой. И ребенок в поисках тоже был под защитой, чтобы он получил своевременную помощь. Опять же, мы просто передаем сразу же информацию о найденном ребенке компетентным органам. И дальше они занимаются. Так, мы, наверное, знаешь, как сделаем. Перекладываем, да? Мы сейчас будем, наверное, с тобой сразу сформировать тортик. Да. Может быть, вторую тарелочку, чтобы я переложила. Давай, давай, держи. Вот, пока она будет вот тут что-то чуть-чуть немножко не подумала. Смотри, курочка замаринована. В общем, сейчас вот нижнюю я положу сверху, еще опускаем. Пропитается со всех сторон. Мы ее оставляем на несколько минут, как раз, пока у нас освободится, да, сковородка. Да. А дальше обжарим ее. Итак, все лепешечки, коржики для нашего торта готовы. Пока они слегка остывают, мы занимаемся курицей. Курица замаринована. И готовим крем. Да, давай возьмем курицу. Да, давай, отправим ее сразу туда. Добавляешь маслечко или вот прям так? Чуть-чуть, да, добавлю оливкового масла. Давай. Потому что немножко... Кстати, вот кабачки мы жарили на подсолнечном. Ну, потому что оливковое масло придает специфичный вкус, и это получается немножко на любителя. Ну, мне лично нравится, а вам, может, не понравится. Отправляем курочку и оставляем ее там. Ты готовишь под крышечкой или обжариваем сначала? Да, нужно будет под крышечкой сразу же, потому что... Сразу же. Да. О, пошел приятный аромат оливкового масла. Угу. Так, давай их мы их вот так вот потихнем. Задвинем, да? Да. Так, вот, смотри, и сюда еще один. Угу. Вот так. Угу. Крышечка слева. Я его сюда уберу. Так, можно салфеточку. Если можно, чуть тише еще сделать. А то там оно сейчас... На пятерку поставлю. Угу. На пятерочку, да? Так, сейчас мы смешаем, подготовим крем. Хочется уточнить? По поводу сыра. Сыр творожный? Сыр творожный. Классический, без всяких добавок. Да, любой. Можно даже там самый такой доступный по цене, потому что... Потому что на вкус он там так сильно чувствоваться не будет. Зелень я нарезаю помельче, да? Отправляем туда же. Да. Кстати, некоторые добавляют еще чесночок. Ты добавляешь? Ну, когда как. Опять же, на вкус. Если не мечтается свидание. Ну, да, конечно. Без чесночка. Можно, да, это тоже очень вкусно. Точно так же, как и с чесноком, конечно, будет поприкольнее. Да, вот мы, кстати, знаешь, в детстве, я помню, с мамой всегда готовили кабачки, жарили кружочками, а сверху уже наносили вот как раз-таки вот похожий крем, только это был майонез с чесноком и с солью. Да, или же густой-густой кефир с чесноком, с перцем. Да. Очень вкусно было. Да, это было. Ну, вот, кстати, за это я, наверное, и люблю кабачковый торт, потому что напоминает о детстве. Ну, и опять-таки, полезная еда, это всегда хорошо, да? Да. Я чуть-чуть пачкаюсь. Ну, и ладно. Смотри, зелень туда же? Да, зелень мы добавляем туда же, но кто не любит зелень, могут ее и не добавлять тоже. Ну, так как у нас сейчас период авитаминоза, рассказываю. И вообще, чем больше зелени, тем лучше, правда? Да, сейчас острый период авитаминоза у людей, поэтому рекомендую, конечно, все-таки побольше зелени добавлять, не бояться, это только украсит вкус. А давай мы тебе облегчим задачу? Да, давай. Давай, давай ты мне облегчишь. Вот так, смотри, перекладывай. Давай. Вот, и сейчас процесс пойдет побыстрее. Да. Давай, я помешаю, а ты можешь помыть руки. Так, давай. Сейчас я пока переверну курочку. Давай, крем готов. Ой, посмотри, какая красота, аппетитно пахнет. Да, сейчас она еще, ну как, сок пустила чуть-чуть. Сейчас мы ее будем просто обжаривать уже, не накрывая крышкой. Чтобы влага, да, вот эта ушла? Да. Пока влага уйдет, тоже будем заниматься коржами. Можно собирать, да? Да, можно собирать тортик. Мы каждый корж, получается, будем смазывать, ну, можно и тонко, можно и побольше. Побольше, да. Ты как любишь? Ну, я люблю потоньше, потому что оно пропитывается и будет прям замечательно. Чтобы не жирнее. Да. А я пока продолжу с курицей, так как у нас здесь все идет вполне гармонично, я уже возьмусь за помидорки. Прокладываем помидорки между коржиками? Да. Сколько поместится, ну, кто-то любит поменьше помидоров, поэтому, ну, тут уже на вкус. Я люблю побольше. Ну, то есть, прям вот пластиночками, да, я беру, вот так вот выкладываю, отрезаю. Да, мы выкладываем, я отсюда немножко тоже сворую помидорку, потому что надо и курицу тоже. Мадин, ты на каждый слой выкладываешь помидоры? Да, да. Желательно. Мне кажется, очень много надо будет помидоров. Посмотри, сколько у нас сегодня лепешечек. Ну, да, лепешечек получилось. Это вот просто из трех, получается, кабачков всего получилось. Да, довольно много. Такое количество, да. И, наверное, вот хорошо нужно края промазать, чтобы торт не был сухим, да, вот здесь по краям? Да. Вот так. Да, он даже если и сухой будет по краям, но, к примеру, моему супругу, сыну нравится там, где хрустит. Поэтому у всех по-разному. Вот так, да? Да, кто хочет немножко хруста, можно не смазывать края. А так, по-хорошему, можно и так тоже повыкладывать, ничего. Давай. Ты вот помидорами занимаешься, я формирую. Так, сейчас можно будет крышечку накрыть. И сырочек еще у нас. Да. Ну, сначала помидорка сейчас у нас протушится, так скажем. Я продолжаю. Да. Я натру сыр, чтобы... Можно, в принципе, и сыром, если он у нас останется, конечно, он у нас останется. Можно будет украсить и сам тортик тоже сверху. Это будет очень даже вкусненько. Так. Можно. Я думаю, что последние две лепешки можно и без помидорчиков положить, да? Можно, да, конечно. Чтобы уже, ну, не нарезать еще один. Так, где у нас терка? Все, в общем-то, сверху мы присыпаем тертым сыром курочку, тортик и можем потихонечку подавать к столу. Куриное филе под сыром. Куриное филе 1 штука, сметана 2 столовые ложки, соль, перец по вкусу, специи также по вкусу, помидор 1 штука, сыр 100 граммов. Торт из кабачков. 4 кабачка, помидоры 2-3 штуки, мука 100-150 граммов, соль, перец по вкусу, творожный сыр 200 граммов, сметана 300 граммов, зелень по вкусу, 4 яйца, чеснок по желанию 2-3 зубчика. Так, нарезаем. Нарезаем наш тортик. Да, красотень. Да. Слюни текут. Ну, чем не праздничный торт? Ну, да, я не могу не согласиться, потому что торт у нас ассоциируется обычно просто с чем-то сладким, да, а здесь он будет просто у нас солененький. Вот такая красотища получилась. Да, вот у нас по разрезу будет выглядеть, он у нас очень сочный получился. Я уже начну, начну пробовать. Угу, чуть-чуть он у меня разваливается. Это хорошо. Это хорошо, потому что все очень сочно получилось. Угу. Это очень вкусно. В перчатках работать. Ну как? Это очень вкусно. Ты знаешь, это самый вкусный кабачковый торт, между прочим. И я не пойму, что именно в нем особенно. Возможно, это творожный сыр, но тут немножко не хватает все-таки чесночка. Чесночка? Да. Возможно. Хотя я вот, например, не почувствовала прям какого-то недостатка в этом торте, недостатка чеснока, недостатка соли или еще чего-то. Мне кажется, что здесь все прям в меру, все получилось. Зелень тоже можно добавлять любую. У нас здесь петрушка, укроп, можно добавить кинзу, если кто-то любит, да. Можно добавить даже, мне кажется, какие-то прованские травы, если кто-то предпочитает немножечко такую европейскую носку. Ну, а в целом получилось очень-очень вкусно и очень нежно. И мне кажется, что нежно получилось благодаря творожному сыру и сметанке. Да, на самом деле творожный сыр решает очень многое. Теперь приступим. Да, можно прям отсюда попробовать, да? Да, я думаю, что... Да, ничего страшного. Вот так вот прям отрезаю. Так, если кто-нибудь потеряет Алисю, звоните к нам на нашу горячую линию. Алиса не ребенок, но мы ее тоже найдем. Я могу просто с этим тортом уйти куда-нибудь в темный угол и тихо его доедать, потому что действительно очень вкусно. Курица получилась сочная. Надеюсь, доготовилась. Да, огромное тебе спасибо за то, что сегодня у нас в студии поделилась рецептами, поделилась полезной информацией. Я надеюсь, что наши телезрители обратили внимание на то, что ты сказала, да, будут внимательнее относиться к своим детям, внимательнее и, наверное, осторожнее быть в различных ситуациях, ну и, конечно же, вовремя принимать меры, если, не дай бог, конечно же, это понадобится. Да, на самом деле, я очень надеюсь, что нас услышат. Я знаю, что нас слышат многие мамы, потому что результаты в последнее время нас очень радуют. Значит, нам удалось донести много информации. Не бойтесь, не переживайте. Вас никто не будет ни обижать, ни осуждать. Мы только будем помогать. Если в ваш дом, в ваши двери постучилась подобная беда, и я думаю, что ничего дороже жизни и здоровья нету, обязательно немедленно обращайтесь либо в полицию, либо к нам. Мы рядом. Ну что ж, будем прощаться с телезрителями. Я надеюсь, что телезрители записали рецепты, обязательно приготовят на своей кухне замечательный кабачковый торт и вот такие вот отбивные под сырной корочкой, да? Да. Можно и отбивать, но... А можно и не отбивать. А можно и не отбивать, да. Да. Дорогие друзья, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин